Вадим Демчок представит красноярской публике совершенно новый театральный жанр спектакль в голове по мотивам легендарного Фрэнки Шоу. Постановка включает экран внутри каждого зрителя, создавая нечто вроде кино с закрытыми глазами. И еще один спектакль «Орли Киньада. Гимн молодому поколению». У нас в гостях автор Вадим Демчок и актер Андрей Ланд. Здравствуйте. Здравствуйте. «Орли Киньада. Закрой глаза и смотри». Мы читали сухие тексты, но все-таки в чем особенность этих спектаклей? Мы в этот раз тоже привезли два спектакля. Это первый «Закрой глаза и смотри». И второй спектакль «Орли Киньада» – это «Готов ли ты пойти на преступление?». Под этим логотипом проходит это шоу. «Закрой глаза и смотри» – это действительно, я бы не назвал это новым жанром, потому что технологиями, которыми мы пользуемся в этом спектакле, они называются «Зримое слово», пользовались во все века. Но в настоящее время, наверное, это действительно транслирует какую-то новизну, потому что слишком много всевозможных шоу, происходящих вовне. А здесь… Мы довели лаконичность этого спектакля до полного предела, когда на сцене визуально действительно не происходит практически ничего. Есть микрофон, есть человек с текстом в руке, и есть некий персонаж, от лица которого произносится монолог в зал. И дальше текст устроен определенным образом, и работа актерская с залом такова, что в какой-то момент у зрителя в голове начинается его собственное шоу. И он уже начинает отождествлять себя с тем персонажем, который проживает свою жизнь на сцене. И он плачет, смеется, и он выходит с полным ощущением, что это с ним произошло, все, что происходило на сцене. То есть мы стираем вот эту пресловутую четвертую стену напрочь. Есть некое единое поле, пространство энергетическое, в котором происходит вот это вот проживание самых различных персонажей. Зачем? Какова цель именно такого приема? Я думаю, что зритель приходит в театр не для того, чтобы, по крайней мере, сегодня, не для того, чтобы очередной раз посмотреть, или, как сказать, увидеть реализацию кого-то вовне. Зритель современный, он уже хочет реализовываться сам. Да, и на самом деле вершиной актерского мастерства является, как нам кажется, это удивительный факт дать, предоставить возможность сыграть и реализоваться другому. Очень много в современном театре, вообще в зрелищном искусстве, того, что оставляет зрителя, что его развлекает, но что не вовлекает и не втаскивает его в процесс. И в этом смысле я как бы полюбовался, посмотрел, это симпатично, интересно, красочно, здорово, громко или тихо и так далее, но со мной лично ничего не произошло. И, наверное, одна из побед нашего спектакля – это именно тот факт, что зритель выходит с ощущением, что с ним лично что-то произошло. И, наверное, самая сильная, самая для нас лесно-обратная связь – именно та, что мне после вашего спектакля хочется что-то со своей жизнью дальше сделать, мне хочется по-новому ее переосмыслить, мне хочется пойти что-то начать, делать любимое, дорогое, важное, вообще жить на неком другом градусе. Для человеческого развития игра важна? Игра – это единственный феномен, которому нас, людей, никто никогда не учил. Это важно понять. Игра – это та точка, от которой вообще начинается все. Дальше в игре человек постигает все сложности и перипетии реальности, все спутанные клубки реальности. Мы все сотканы из игры. С первого мгновения, как только наш зрачок наводит резкость на улыбку мамы, мы вступаем в этот удивительный психологический контекст всевозможных игровых напластований. Весь мир соткан из игровых моделей. Разобраться в картографии этого бездонного игрового потенциала – вот это сейчас интересно, потому что все повсюду играют. В основном играют нечестно. Если знают, что об этом никто не узнает. Для актера это вызов играть в таком спектакле? Это и, конечно, вызов, и это, конечно, счастье. Потому что что обычно происходит с… Я как человек, который относительно недавно в профессии, всего каких-то 5-6 лет после института, так вот человек, который выходит на сцену после института, у него что обычно происходит? Он ходит с подносом, говорит, кушать подано. И это происходит, как правило, у большинства моих коллег, там, ну, первые лет 10-15 после окончания института. И тут вдруг возникает проект, в котором ты можешь выйти к зрителю, сломать, да, эту четвертую стену и обратиться к зрительному залу, к этой мощи, энергии, которую люди принесли с собой, с чем-то, что для тебя по-настоящему важно, и сыграть то, что тебя волнует сильнее всего. И это и вызов, и счастье, и это совсем другой режим актерского существования, чем тот, которому, в частности, нас обучали в институте, потому что в театральном образовании классическом почти ничего не говорят о том, как взаимодействовать актеру со зрителем. Есть о партнерстве, есть о драматургии, о сверхзадаче, это все ценно, важно, безумно, да, это азбука. Но что делать вот с этой бездонной махиной зрительного пространства, которое пришло смотреть, как его удержать, как сделать так, чтобы эти 500, там, тысячи человек, чтобы они с тобой дышали в такт, чтобы это была магия, когда ты понимаешь, что вот здесь вот у тебя на кончиках пальцев это все происходит. Это, в общем, тот опыт, и это та школа, которую вот я начал осваивать благодаря Вадиму, когда мы начали вместе работать вот уже 4 года как, 4-й год. Спасибо вам большое за интересный разговор. Честно говоря, заинтриговали? Приходите. Завтра. Завтра в Театре имени Пушкина и 9-го числа Орли Киняда, там же, в Театре имени Пушкина. Режиссер Вадим Демчок и актер Андрей Ланд завтра в драматическом театре спектакля «Закрой глаза и смотри».